Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о вовлеченности обучающихся. Вовлеченность — это действительно ключ к успеху обучения, и не только в онлайн, но я в данном случае сделаю акцент именно на онлайн-обучении. Итак, студенческая вовлеченность — это инвестирование энергии и усилий в обучение, как говорит нам исследователь области образования Нью-Мэн. Вовлеченность является важным показателем качества образовательного опыта студента. Образовательный опыт может быть, как мы знаем, и позитивным, но и негативным, поэтому управление уровнем вовлеченности очень важно. При этом поддерживать вовлеченность студентов в рамках онлайн-обучения задача вообще непростая. Она требует открытости новому, некоторого терпения и даже известной доли креативности. Однако, благодаря разнообразию возможностей, предоставляемых современными технологиями, это может быть также и очень интересно. Скажите, пожалуйста, подумайте, на каких этапах, моментах онлайн-обучения существует риск снижения вовлеченности студента? Что говорит ваш опыт? И как обучающегося, и, возможно, как обучаемого? Далее я расскажу вам о видах вовлеченности. Вероятно, вы найдете эти риски и увидите, что они связаны с разными видами вовлеченности. Во-первых, мы с вами поговорим про поведенческую вовлеченность. Это следование правилам и соблюдение норм учебного заведения. Студент включается в образовательные практики, активно участвует на семинарах, а также во внеаудиторных практиках и внеучебных активностях. Примером реакции вовлеченного ученика может быть «я внимателен в классе». Другой вид вовлеченности — это эмоциональная вовлеченность. Она отражает эффективные эмоциональные реакции на ситуацию в аудитории, на преподавателя, на само занятие, отношение к учебному заведению в целом. Примером реакции вовлеченного ученика будет «мне нравится мое обучение». Такое эмоциональное высказывание. Третий вид вовлеченности — это когнитивная вовлеченность. Это уровень усердия при изучении материала, усилия студента, вкладываемого в учебу, подготовка к домашней работе, подготовка к занятиям, выполнение заданий вовремя и, в целом, успеваемость. Примером реакции вовлеченного ученика может быть «когда я изучаю учебный материал, то спрашиваю значение неизвестных мне слов», например. Следующий вид вовлеченности — социальное. Это ощущение чувства принадлежности к сообществу, студенческому и, в целом, образовательному учреждению. Это возможность для построения социальных отношений, особенно важно при онлайн-обучении. Примером реакции вовлеченного ученика может быть «мне нравится работать в группах». И, наконец, коллаборативная вовлеченность, она больше, чем социально, выходит за рамки социальной вовлеченности, потому что больше ориентирована на обучение вместе с другими и обучение от других. Примером реакции вовлеченного учащегося может быть «я узнала кое-что новое от своих сокурсников», например. Связанной с учебой. Если вспомнить теорию потока Михея Чингсит-Михайя, то вовлеченный студент — это студент в состоянии такого учебного потока, когда ему не слишком легко, но и не слишком сложно, не скучно от того, что все понятно, но и не страшно от того, что вообще ничего не понятно. Да, вот этот пример, он, наверное, больше про когнитивные и эмоциональные виды вовлеченности. Если вам интересно немножко больше узнать про вовлеченность в онлайн-обучении, и попробовать оценить, вовлечены ли ваши студенты, обратите внимание на показатели или индикаторы вовлеченности, о которых дальше пойдет речь. Итак, каковы индикаторы социальной вовлеченности? Какие они? Во-первых, возможность строить сообщество. Как преподаватель может это поддержать? Например, содержательно познакомить студентов между собой через форум, через какие-то формы самопрезентации, разделить на группы для дальнейшей работы, создание ощущения причастности, принадлежности. Как можно это сделать? Например, через повторяющиеся шутки, фишки, мемы, сложившиеся вокруг курса преподавателя, развивать отношения. Как, например, поощрять формы взаимное оценивание, взаимное лицензирование, устанавливать доверительные отношения. Как, например, поощрять личностное высказывание на заданную тему, убрать оценочную ситуацию, высказываться искренне самому преподавателю. Кстати, не сопротивляйтесь, а поощряйте создание студентами, связанных с курсом чатов или площадок в соцсетях, даже если доступ ваш туда закрыт. Если вы знаете, что создана такая неформальная группа, это уже хорошо. Социальная вовлеченность поддерживается. Далее мы поговорим про когнитивную вовлеченность. Каковы могут быть индикаторы? Критическое мышление. Как можно поддержать в данном случае вовлеченность? Например, поощрять критическую оценку контента, задавать рефлексивные эссе, активизация метапознания. Опять же, как? Например, помещать полученное знание в новый контекст. Интеграция идей. Здесь много способов. Например, связывать новые идеи и концепты с теми, что уже освоено, создавать ментальные карты, какие-то сравнительные таблицы. Обоснование решений. Каким образом? Например, решать кейсы. Доступно делиться экспертным мнением. Например, давать развернутые комментарии на пополняемые работы. И, наконец, проводить самооценку. Например, через быстрые тесты, встроенные в изучение контента. Когнитивное взаимодействие неразрывно связано с другими видами взаимодействия и вовлеченности. Поэтому, думая о вовлечении в целом, вы увеличите шансы своих учащихся на глубокое освоение и погружение в процесс обучения. Далее мы проговорим про поведенческую вовлеченность. Что же это подразумевается? Развитие учебных навыков. Как? Например, вы можете учитывать когнитивную нагрузку при формировании заданий, проведении вебинаров. Часто, к сожалению, это игнорируется, и мы испытываем большую когнитивную нагрузку, слишком интенсивное задание. Выявлять трудности и находить возможности. Каким образом? Например, учитывать доступ к интернету, техническим устройствам при дистанционном обучении. В идеале обеспечивать их, если их не хватает. Развивать агентность, активность. Каким образом? Например, дать студентам проявить свои лидерские навыки через задания. Придерживаться норм обучения. Каким образом? Ну, например, четко задавать их, и самое главное, строго следовать им, самому преподавателю. Как, например, устроить ситуацию взаимного обучения. В некоторых отношениях поведенческая вовлеченность может быть даже более заметна в интернете, в сети, чем в классе. Ведь вы видите, просматривают ли студенты записи лекции, проходят ли необязательные тесты, открывают ли дополнительные материалы. Далее мы поговорим про коллаборативную вовлеченность. Учиться со сверстниками. Как, например, в малых группах или создать дискуссионные форумы, которые побудут студентов поделиться своим пониманием и ответить друг другу, или попросить студентов исследовать тему в парах и провести совместную мини-презентацию во время сеанса веб-конференции. Сотрудничать с преподавателем. Как, например, предложить студентам самим сформулировать задания или подобрать учебные материалы. Участвовать в инициативах и организационной деятельности. Ну, например, делегировать студенту некоторые организационные вопросы. Часто они с этим справляются, даже лучше преподавателя. И, наконец, расширять профессиональные связи, нетворкинг. Как? Ну, предусмотреть возможности этого самого нетворкинга в течение курса. Для коллаборативной работы становятся особо важны совместные ресурсы, книги, ссылки, какие-то источники из библиотеки. И, наконец, эмоциональная вовлеченность. Она подразумевает управление ожиданиями. Каким образом, например, заранее указать на возможные проблемные места, трудности и подсказать какие-то советы. Сформулировать предположения. Здесь преподавателем формулирует, какие он может быть предположить. Например, характеристики студенческой группы, уровень ее знаний и так далее. Распознавать мотивы. Например, выявить мотивы обучающихся через опрос. Стремление учиться. Как, например, предлагать интересные, необязательные дополнительные материалы. Ваши учащиеся могут испытывать чувство изоляции, даже некоторое беспокойство по поводу перехода в обучение онлайн, чего-то не понимать, чему-то сопротивляться. Вы можете помочь, установив такой доброжелательный, содержательный тон в общении, а также своевременно и четко информируя учащихся о том, где найти материалы, как выполнить задания, чего ожидать на вебинарах. Я надеюсь, что это видео помогло вам разобраться с тем, что такое вовлеченность, какая она бывает, каковы могут быть индикаторы вовлеченности. Здесь вы можете увидеть использованные нами источники. Продолжение следует. Я желаю вам вовлеченных и мотивированных студентов, интересных, воодушевляющих занятий, как в онлайне, так и в классах и аудиториях. Всего доброго! Продолжение следует...